У меня было осложнение на легкие, у меня была двухсторонняя пневмония. Я пролежала 7 недель. 7 недель я не видела детей просто. Как-то так. И хотелось бы, чтобы дети были, как всегда, быть рады с ними. Эти слезы не из-за боли физической, а душевной. Семья самое дорогое, что есть у Александра. Новый год один из любимых праздников и елку наряжают вместе. Для 27-летней жительницы Зминогорска это большая редкость. С детьми она всего 4 дня в неделю. Остальное время в Рубцовске за 100 километров, там где есть помощь. У девушки хроническая почечная недостаточность, ее почки организм не очищают. Без специальной процедуры наступает интоксикация и девушка может погибнуть. Пиотинин это показатель интоксикации организма. Когда я прихожу на гемодиализ, он у меня 809. Когда я ухожу, у меня 281. Дорога очень сложная проходит. Летом это более или менее, а зимой заметают дороги буквально в пятницу. Недавно было, что переметала. Бывает, что неоднократно были такие случаи, что по дороге скорая ломалась, что вызывали другую скорую и взамен ехала другая. Это как бы очень сложно. И получается, я уже второй год на гемодиализе. Процедурам за 100 километров есть замена. Другой вид терапии на дому – перитониальный диализ. Проще, конечно, что-то перитониальный диализ, что дома спокойно сам сделал. И аппарат сам отправляет врачу данные о проведенной процедуре. По словам девушки, эту терапию уже практикуют в других регионах, к примеру, Новосибирске. На Алтае в этом году такую помощь оказали одной пациентке. Бесплатно, пояснили Минздраве. Но для проведения такой домашней процедуры нужны специальные условия. Необходимое помещение, сухое помещение. Температура воздуха должна быть комнатная. Для хранения достаточно большого количества коробок с растворами. Это 15-25 коробок размерами 35 на 25 на 20 сантиметров. И второе важнейшее условие – это соблюдение правил асептики и антисептики. Казалось бы, мелочи, но есть и противопоказания. Противопоказаниями к проведению перитониального диализа является низкая остаточная функция почек. Это часто бывает при длительном предшествующем гемодиализе. Это большая поверхность тела у пациентов с выраженным ожирением. С ожирением у Александры проблем нет. Но на гемодиализе она больше года. Ее почки уже слабо функционируют. И с каждым годом гемодиализ ослабляет их еще больше. И вдруг она уже опоздала с домашним лечением. Альтернативу поездкам в Рубцовский до сих пор никто не предложил. Обратиться в Минздрав, видимо, придется самой. Сейчас заместительную терапию на Алтае, кроме Александры, получают 717 пациентов. Домашняя терапия для всех из них стала бы бесплатной. Но сколько стоит такой препарат, и есть ли у Краевого Минздрава возможность закупить его, в ведомстве не ответили. Валентина Аскерова, Николай Щелко. День с толком.